13 сентября по моему хороший денечек такой погожий дождичка нет прохладно но гулять можно и нужно я традиционно в это время нахожусь в обрамцево вот самый главный дом мецената знаменитого савы мамонтова его знаменитые вот эти все места свое время меценат организовал здесь кружок своих художников тут многие знаменитости побывали но собственно говоря даже до него вот эта дача то она принадлежала аксакова он уже собирал вокруг себя какой-то художественный такой кружок скажем так тут очень любил появляться гоголь и всякие другие деятели культуры и искусства поэтому уже уже тут это место было отмечено знаменитыми людьми ну мамонтов это все развил вообще очень так круто и тут все мои любимые художники побывали нестеров но собственно говоря они тут и жили и работали он же нестеров тут написал свою знаменитую картину посвященную этому самому отроку варфоломею вот врубель тут отметился выснецов сиров девочку с персиками написал именно здесь эта дочка сама мамонтова как мы помним вот вот это здание интересное не здание постройку это это баня оказывается вот ее прозвали теремком и по назначению она собственно говоря никогда не работала здесь проходили какие-то мероприятия в общем собирались гости но тем не менее это задумывалось как баня вот а это идол интересен тем что это работа не художников из кружка мамонтова да или что-то еще это древнерусская скульптура вот это идол которому реально поклонялись древние племена у северных народов принято такая традиция они потом расселились по разным местам и привезли с собой свою культуру да и вот этого идола тут я их два насчитал на территория этого парка их сау мамонтов когда железную дорогу построил он же провел от москвы до ярославля дорог железную привез сюда чтобы просто для красоты иметь у себя таких замечательных идолов которые были связаны с погребальными обрядами дальше движемся в парк пожалуй я подольше видео запишу просто себе еще на память такие вот дорожки здесь территория достаточно большая есть пруды два пруда нижний и верхний лавочки и фонари то есть дорожки могут освещаться тут удобно на самом деле движемся значит по территории парка можно оценить насколько он большой вот билетик имеет демократичную цену 60 рублей вот в этих зданиях на самом деле расположены различные выставки интересные вещи вот и можно что-то посетить но я пока хожу просто по территории парка и все от рублей может позволить каждый человек тем более если вы ребята занимаетесь какой-то творческой деятельностью побывать в абрамцева это святое дело электрички доезжаете от москвы до станции абрамцева с ярославского вокзала и все у вас получается идти недалеко так подходим к следующему интереснейшему архитектурного сооружения вот так называемые вот это вот как-то здание как назвать изба да изба на курьих ножках это не что иное как работа проект васнецова вот он задумал такой интереснейший проект это что-то на вроде игровой такой площадке я так понял да вот таком интересном стиле древнерусском и опять мы видим очередного идола который связан с погребальными обрядами но тут он другое назначение имеет он скорее украшает эту территорию а дальше переходим к моему любимейшему месту вот это вот церковь мне очень понравилось прям вообще так с виду посмотришь и кажется что это что-то из века 15 то есть в таком вообще старинном стиле особенно вот эти изразцы это что-то ярославская школа псковская сама архитектура какая-то вот такая древнерусская да но на самом деле это далеко не так потому что это строилось конечно же в 19 веке по моему в 80-х годах и ну современными художниками того времени просто они стилизовали под старину они решили стилизовать по старину поскольку это красиво необычно и сохранили вот такой интересный интереснейший древнерусский стиль на живот вход такой вот необычный да все это конечно очень впечатляет а вот эта пристроечка интересно это тоже проект васнецова с этой вот в интересной такой башенкой куполом изящным как украшено нарядно это его детище и интересно тут то что по под этой вот пристроечкой захоронено все семейство сова мамонтова и собственно говоря сам меценат нашел тут свое последнее прибежище в этих красивейших местах вот я еще немножко погуляю все и конечно показывать не буду смысла нет это не экскурсия просто хочу поделиться своими впечатлениями вот немножко так прорекламировать наверное это место потому что наверное не все были а если и были то наверное как немножко подзабыли и самое время вспомнить на вспомнить что такое русское искусство сао мамонтов легендарный кружок и в общем я еще немножко погуляю вот а вам рекомендую приехать сюда личные все все лично заценить новообрамцеве тут интересная территория большая помимо всех этих усадебных дел все-таки тут и лесополоса такая мощная сейчас по тропке прогулялся отлично воздух на и свежайший все супер осенний вот воздух самый лучший почему-то я тут бываю всегда осенью и наверное это самое лучшее время когда тут стоит побывать поэтому 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 наслаждаемся этим замечательным моментом вот а в лесу водятся лесные звери а сидит киськи-кис киски-кись-киски-киски сказал что так что тут небезопасно заканчивая свою прогулку поLike в общем я доволен сегодня денек удался нет дождя это самое главное вот отличная погода отличное настроение посетителей мало но сегодня будний день и вообще там написано в расписании что во вторник не работает не работает музей но тем не менее меня пустили я смотрю тут народ проходит начать и работает вот подвожу итоги сегодняшнего дня культурное это место отличное не буду я о нем рассказывать об этом расскажет википедии экскурсоводы различные там ролики на ю тубе море информации просто море если человек хоть сколько культурное или там к творческой профессии принадлежит он прекрасно знает что такое абрамцева сава мамонтов и его знаменитый мамонтовский кружок а до него тут еще отметился театральный деятель оксаков который в 19 веке там и собирал собственно говоря уже начинал собирать тут вот какой-то культурное наследие приезжали как я говорил уже гоголь и прочие деятели искусство и культуры интерес интереснейшие люди гоголь тут вот свою это сама зачитывал как мертвые души да вот это бессмертное произведение она именно здесь обретал свою жизнь вот поэтому ребят рекомендую абсолютно всем посещение это место ехать недалеко от москвы от ярославского вокзала в сторону сергиев посада и либо этого самого как город едете до абрамцева и вот и замечательные тут места прогуляться самый кайф вообще вот особенно осенью в такую погодку дышится легко я приехал это как будто прямо на другая планета вот особенно после москвы суеты и в общем тут конечно отдыхаешь душой энергетика бешеная я прекрасно понимаю почему художники эти места выбирали они тут подолгу жили творили свои бессмертные и очень мощные произведения искусства не случайно не случайно тут все прям дышит вот какой-то вот и творческой творческой средой и просто вдохновляешься нереально правда говорю вот у меня самому захотелось что-то написать сделать сотворить создать чем я и займусь в общем то поэтому я посещаю такие места чтобы немножко прикоснуться не только к культуре искусству зарядиться нужно энергетикой вот так же такие дела а далее у нас это же интересные места хоть кого здесь находится город недалеко который считается городом художников и деятелей всяких вот связанных с искусством далее сергиев посад это вообще считается столица духовной россии вот и и же сергий радонежский еще организовал вот эту лавру знаменитую сергиев посадскую там исторические места просто великолепные так что все тут дышит культуре искусством и вот в каком-то духовном развитии то есть это высокое высокое искусство вот поэтому тут конечно прямо душой ну отдыхаешь и становится вот как-то вот круто на душе так что все сюда сейчас самое а нос погода отлично кто не был в срочном порядке посещаем кто был тоже тоже надо посетить обязательно